Всем привет! Кто не знает, меня зовут Сергей Иванов, я специалист в области оружия, профессиональный стрелок, занимающийся практической стрельбой, ну и по первой своей специальности криминолог. Постоянные зрители этого канала знают, о чем он, но это видео будет необычным, оно будет про кино. Я очень люблю кино, если вы тоже любите кино, то нам по пути. И сегодня это будет фильм с Томом Крузом, который называется Джек Ричард. Сразу предупреждаю, что это видео будет полное спойлеров, поэтому если вы еще по какой-то причине не видели фильм Джек Ричард, то сначала посмотрите фильм, а потом возвращайтесь к нашему видео. Это один из лучших фильмов в своем жанре. Первые же кадры, которые мы видим, мы видим специальный станок для снаряжения патронов. Вот сейчас вы видите гречку и железки. На самом деле это гильзы и происходит процесс галтовки. Когда гильзы переснаряжают, их нужно хорошенько очистить. Для стрельбы, особенно для высокоточной стрельбы, самостоятельное снаряжение патронов это просто необходимый элемент. И если какое-то время назад, несколько лет в России нельзя было снаряжать патроны, сейчас у нас вполне законно снаряжать патроны к нарезному оружию. Раньше мы могли снаряжать только патроны к гладкоствольному оружию. Мы впервые видим оружие, которое, в общем-то, является, можно сказать, почти главным героем в этом фильме. Для простоты я буду называть винтовку М-14. Это может быть М-1 Спринфилд. Ну, без разницы. Конструктивно это одна и та же винтовка. Эта конструкция довольно старая, но надежная. До сих пор в вооруженных силах США и многих других стран эта винтовка стоит на вооружении. Эта винтовка может рассматриваться и как снайперская, и как оружие поддержки пехоты. Голова у стрелка положена на бок, но, в общем-то, есть и такая техника стрельбы. Надо сказать, что у него не самое удобное положение для стрельбы. Для стрельбы удобнее всего, когда ваша винтовка находится либо на мешке, либо на сошках. И вы лежите, причем вы лежите не строго напротив винтовки, а полубоком. Снайперы, конечно, могут сдать массу комментариев, как правильно стрелять. Но, все-таки, находясь на колене, стрелять не так удобно, если сравнивать со стрельбой лежа. Что мне нравится, мы сейчас действительно ощущаем себя на позиции, на точке зрения стрелка. Не только потому, что он смотрит через прицел, но потому, что он дышит. Если вы лежите на животе и дышите, то вместе с вами двигается и ваше оружие. Выстрел часто осуществляется на задержке дыхания, либо на выдохе. Вообще, дыхание при стрельбе – это очень-очень важный момент. И уже сразу видно, что ребята со знанием дела подошли к вопросу. Был произведен выстрел. Было, так называемое, подлетное время у пули. То есть, пуля не мгновенно прибывает в пункт назначения, в свою мишень. Полет пули до мишени может занимать 10, 15 и даже более секунд. Сейчас эта винтовка стреляет в 308 калибре. И несложно посмотреть, дистанция стрельбы около 300 метров. Данная винтовка легко поражает мишени на 500 метров. А в умелых руках ростовую мишень вполне можно поразить и на 1 километр. Так вот, чем пуля дальше летит, тем больше энергия она теряет. И на выходе из ствола у нее максимальная энергия. А через 300 метров часть тех самых кинетических джоулей, она уменьшается. Но тем не менее, на этом калибре, на дистанции 300 метров, это очень большая кинетическая энергия. И при попадании в человека, он буквально обмикает и падает вниз. Но его никуда не отбрасывает. Часто в фильмах мы видим, как люди падают драматически. Например, когда в них стреляют, они начинают вот так смешно трястись. Потом падают, кричат. Чаще всего на мощных калибрах тело просто обмикает и падает ровно вниз. Я об этом говорю достаточно спокойно. Все-таки это кино. Ни один из этих актеров не погиб. Так что все на этом видео живы и здоровы. Ну и наш герой ставит оружие на предохранитель. Стрельба по мишени, которая движется вот таким образом перед прицелом, это гораздо более сложная задача, чем стрельба по движущейся от тебя мишени. Те, кто занимается стендовой стрельбой, знают, что уходящую, например, тарелку, гораздо легче стрелять, чем быстро летящую по диагонали или из одной стороны в другую. От одной мишени к другой переходить гораздо быстрее. Меньше надо дергать стволом и самое главное, не надо стрелять на упреждение. Потому что, когда снайпер стреляет на большую дистанцию, в мишень, которая движется, предположим, справа налево, то он стреляет не в мишень. Он стреляет в то место, где окажется мишень к моменту подлета пули. Представляете, сколько надо составить вам отдельных элементов в единую логическую цепочку, чтобы мишень и пуля встретились в этой точке. Влияние ветра, влияние вас самого на оружие, так называемое сдергивание, влияние скорости движения мишени, которая может изменяться, приостановиться или ускориться, а также изменение баллистической траектории, потому что пуля никогда не летит по прямой, она летит по баллистической траектории, опускаясь под действием гравитации. Сотрудник ФБР выхватывает пистолет и прицеливается в подозреваемого. Опять же, не придерешься. Пистолет выхватывается человеком, который, видимо, не раз это делал. И актер, я уверен, посвятил много-много-много тренировок для того, чтобы вот так вот убедительно выглядеть в кадре. Положите три в центр, тогда поговорим. Идет? Дадите пару патронов на разогрев. Совершенно верно. Если в компьютерной игре вы нашли прицел, поставили его на оружие или нашли его в рюкзаке подстреленного какого-нибудь фрага и поставили на свое оружие, и сразу можете точную стрельбу выполнять. В реальности это невозможно. Любой прицел требует пристрелки. И даже когда прицел правильно и хорошо установлен, вам нужно понимать, куда он пристрелен, на какую дистанцию, потому что существуют разные дистанции для пристрелки. Так называемый первый ноль, второй ноль. Но это отдельная тема. Мы сейчас в нее сильно углубляться не будем. Но факт. Если бы у меня стояла задача на спор попасть в мишень на какую-то дистанцию, я бы просил несколько выстрелов сделать для того, чтобы понять, как летит пуля. Еще один момент. Нам показывают мишени. Здесь же мы видим, что он с помощью скоб закрепил бумагу на гонге. Это неправильно так не делают. И если пуля попала бы через бумагу в металл, то она бы разорвала осколками бумагу. Такой ровненькой дырочке на бумаге, которая прилеплена к железке, такой бы не образовалась. Мы видим винтовку как раз с продольно скользящим затвором. Это винтовка что-то типа Ремингтон 700. Можно не смотреть на то, что винтовка выглядит архаично. Но в винтовке самое главное это ствол и затворная группа. Ну и удобное ложе, ну и хороший прицел, ну и отличный крон, и правильно подобранный патрон. И даже все это, что правильно сделано, требует еще и правильных рук. Короче, в винтовке мелочей нет, но винтовка, которая выглядит не супер тактикульно или не супер футуристично, не обязательно плохая винтовка. Это может быть вообще лучшая винтовка. У него открыто оба глаза. 15 сантиметров правее. Смотрите, у него на 15 сантиметров пуля прилетела правее. Он, скорее всего, перекрестие прицела располагал строго в середине мишени, в черном, да? В десятке, скажем так. Какой вывод из этого следует? Вывод такой, что можно прицелиться просто на 15 сантиметров левее мишени. Либо внести поправку. Если вы знаете, как пользоваться прицелом, у него выносятся поправки лево-право, вверх-вниз, винтедж и элевейшн. По-английски это звучит так. Это тоже, наверное, более грамотный способ. Но у него слишком мало выстрелов. Поэтому, как вариант, он мог бы просто прицелиться на 15 сантиметров левее. Правда, там есть и другие переменные, которые могли бы влиять на отклонение пули. Кстати говоря, посмотрите. У второго героя в ушах вместо наушников гильзы. И это тоже реалистично. Я не раз и сам так делал. Если у вас под руками нет наушников или берушей, то вы пользуетесь гильзами. Для моих ушей лучше всего подходят 9-мм гильзы. Но есть слонопотамы, которым, конечно, 45-й калибр нужно туда заталкивать. Кстати говоря, знаете, что такое беруши? Это берегите уши. Для винтовки Remington 700 в калибре 308. Кучность такая, я считаю, очень хорошая. Она вполне, кстати говоря, реалистичная. Но тут дистанция около 500 метров, как я ее оценил. И на ней рассеивание мы видим около 10-12 сантиметров. Джек Ричер рассказывает, что подозреваемый делает по 2000 выстрелов в неделю. Много тренировался. По 2000 выстрелов в неделю. То есть в месяц 8000 выстрелов. И общее количество выстрелов за два года 250 тысяч. Когда я служил в армии, командир нашей роты делал все возможное, чтобы мы как можно больше стреляли. Мы делали 15 выстрелов в неделю. Причем мы ездили на стрельбище в Софрино 4 раза в месяц. Но общее количество выстрелов в неделю у нас составляло 60. Естественно, живучесть стволов очень небольшая на снайперском оружии. И я думаю, ему, наверное, раз в два месяца приходилось менять винтовку. Но в американской армии это сделать, судя по всему, легко. А в российской я сомневаюсь. Но может быть в спецподразделениях это так. Кстати, здесь тоже показывается винтовка М14 в камуфляже с другим прицелом. И здесь позиция максимально, кстати говоря, удобная. Как раз таки цевьё находится на мешке. И тело в максимально комфортной позиции. Почему она максимально комфортная? Слишком долго лежать на животе тяжело. Но если вы являетесь наблюдателем, то максимально комфортная. Она как раз такая в сидячем положении на стульчике. Стрелок делает импровизированный глушитель из одеяла. И надо сказать, что такой глушитель абсолютно эффективен. Он действительно значительно уменьшает сигнатуру выстрела, как говорят. Просто свернутое одеяло. Кстати, это одна из причин, почему нет большого смысла запрещать глушители в какой бы то ни было стране. Потому что их очень легко сделать из подручных материалов. Но когда вы делаете глушитель из одеяла, у вас будет один серьёзный недостаток. Кучность сильно пострадает. Потому что при выходе из канала ствола пуля будет задевать края одеяла. Вместе с пороховыми газами она начнёт колебания и кучность сильно упадёт. Но если стрельба ведётся на очень короткую дистанцию, то этим можно пренебречь. Ну что ж, мы нашли и первый недостаток, первую неточность в этом фильме. Дело в том, что мы видим явное отсутствие отдачи. На 308 калибре отдача будет гораздо сильнее воздействовать на ваше плечо. И в результате такой стрельбы вы будете через прицел видеть резкий подскок после каждого выстрела. Здесь же мы этого не видим. И отдачи практически нет. Потому что наш стрелок стреляет ненастоящими патронами. Холостыми патронами. То есть там стоит заглушка, у него есть имитация самого выстрела. Но поскольку пуля на высокой скорости не вылетает вперёд, стрелок не получает обратного импульса себе в плечо. Так что мы увидели, что это всё-таки ненастоящие патроны. Мы чётко слышим клик. Постановку винтовки на предохранитель. Это дополнительная необходимая мера по обращению с огнестрельным оружием. Это классный маленький-маленький элемент. Но вот в таких вот маленьких вещах мы можем увидеть профессионалов своего дела. Подкладка под щёку. И вот мы видим, что второй герой, второй снайпер этого фильма, он более правильно располагает своё лицо относительно прицельных приспособлений. Во-первых, он не наклоняет лицо. Если бы этой щеки не было, то и неудобно было бы фиксировать положение своего глаза относительно окуляра и вообще всего прицела. С двумя открытыми глазами смотрит через прицел. Это особенность зрения. Если мы прицеливаемся, закрывая один глаз, то эффективность, резкость, глубина и поле зрения меняются. И меняются не в лучшую сторону. Поэтому более эффективно, если оба ваших глаза открыты, при стрельбе даже с оптическим прицелом. Не говоря уже о коллиматорном прицеле. Второй небольшой косяк этого фильма. При выстреле мы яркую вспышку увидели. А на пистолете, судя по всему, у нас глушитель. Глушитель для того и предназначен, чтобы не было вспышки при выстреле. Потому что все пороховые газы, догорающий порох при выходе из ствола, они остаются внутри глушителя. Если мы видим вспышку, то она очень небольшая. И видно ее только, если смотреть в проекцию дырки глушителя, отверстия глушителя. Здесь же вспышка была слишком большая. Я не думаю, что на действующем глушителе будет такая вспышка. Слишком большая вспышка. Это киношный косяк, киношный фейл. Потому что там используются патроны, в которых нет пули, но много пороха. Соответственно, такой большой вспышки обычно на оружии не бывает. Вы вспышку видите только в том случае, если у вас темное время суток. Но днем эта вспышка очень-очень слабо заметна. Когда я дернусь, ты нажмешь на курок. Когда я дернусь, ты нажмешь на курок. Но я думаю, что это ошибка российского перевода. В английской версии это должно звучать иначе. Мы, кстати, это проверим. По русски курок и по английски триггер это совершенно разные вещи. Курок, штучка, которая бьет по капсулю. Надо об этом помнить. А курок у нас часто путают со спусковым крючком. Именно с триггером. Нажимаешь на спусковой крючок. Он спускает, потому он и спусковой. Он спускает курок. Но не всякое оружие имеет курок. Например, пистолет ГЛОК курка вообще не имеет. Там ударник. А в данном случае у нас был Кольт 1911. У него есть курок, который спускается спусковым крючком. Но это ошибка российской локализации. Так что в английской версии там все правильно. Ну что ж, финальная битва у нас началась. Какая противная рожа у этого главного гада. Стрельба ведется с рук. А это один из самых сложных способов ведения стрельбы. Потому что помните, да, над большой дистанцией сколько всего надо учитывать, чтобы попасть в ту точку, куда приедет ваша мишень. При этом у вас есть еще огромный тремор, связанный, во-первых, с удержанием тяжелой винтовки на руках. Ветер, который на вас дует, да, он тоже вас качает, если ветер дует. При этом вы должны двигаться, следуя за мишенью. И обрабатывать спуск, и не сдергивать. И после выстрела у вас образуется задача. В общем, стрельба по движущейся мишени с рук. Это, наверное, один из самых сложных способов стрельбы. Что у вас с глазом? Готовлюсь к ночной стрельбе. Здесь у нас эпизод, где помощник главного героя, старый снайпер, держит глаз закрытым. Я, когда смотрел этот фильм, делал для себя заметки. Я подумал, что вот это, конечно, будет еще одним косяком. Потому что это какая-то ерунда. Но вчера я проверил. Я держал глаз в течение 10 минут закрытым. И оказалось, что тот глаз, который был закрыт, он лучше видит в темноте с балкона в полной ночи, чем глаз, который был открыт. И не привык, и не адаптировался к темноте. Так что это интересный момент. Это, я думал, байка. Но пришлось проверить это самому. Пираты, знаешь, почему носили повязку? Почему? Потому что, когда ты идешь на бар и дашь в трюл, ты открываешь ее, и ты этим глазом видишь лучше там. Серьезно? Да. Это Зигзаур серии 550. Что-то там есть масса разновидностей. По длине ствола, по тому, какие цели установлены. Но, в принципе, винтовка Зигзаур сделана по мотиву до автомата Калашникова. Там кое-что заимствовано из компоновки автомата Калашникова. Автомобиль у нас Mercedes двигается задним ходом. И я хотел сказать, о, да это ерунда. Автомобиль вообще не лучшее место, в котором прятаться от попаданий. Но на самом деле, тут все заставлено бумагами, что отчасти действительно может оказаться защитой. Оказаться в автомобиле под перекрестным огнем, это, конечно, это большая беда. Тем более, наш герой вооружен только одним ножом. Я скажу, что это, наверное, один из самых главных косяков. Как можно с ножом на неизвестного врага, на неразведанную позицию приехать в Mercedes, который защищен папками от бумаг? Ну, не знаю. Мы как раз видим вспышки, возникающие от стрельбы. И дожигатели, либо глушители, либо супрессоры, по-разному их называют, они бы очень здорово помогли в такой ситуации. Когда вы в темное время суток стреляете, во-первых, нет вспышки, которая вас демонстрирует. Во-вторых, звук выстрела, он как бы смещен и тяжело определить конкретную точку, откуда ведется стрельба. Здесь трудно определять по картинке дистанцию, но я предположу, что от 150 до 250 метров дистанции стрельбы. И такое часто я вижу в кино. Один из злодеев стреляет из зига в автоматическом режиме, и пули ложатся слишком рядом. Рассеивание пуль бы составляло, не знаю, метр, если не десятки метров на такой дистанции. То есть они бы разлетались, и если бы рядом с тобой ударилась пуля, ну одна, ну две. А здесь они прям сыпятся одна за другой. Это практически невозможно. В магазинах представлены также фактически все бренды стрелкового мира. Тактика, охота, снайпинг, практическая стрельба, снаряжение и тюнинг. Фаб Дефенс, 3М Пелтор, Вайли Экс, 5.11, Лова, Кастом Ганс, Холосан, Зенитка, Эймпоинт и все остальные ключевые бренды. У Рос Дефенс открылся оружейный магазин, где есть самые разнообразные варианты карабинов на платформах АЭР и АК-систем. Высокоточные винтовки, ружья и карабины в калибрах 366 и 345. Здесь можно купить патроны разных зарубежных и отечественных производителей. Здесь же можно попробовать тюнинг и выбрать именно тот обвес, который отвечает вашему запросу. Прямо в магазине имеется лицензированная оружейная мастерская, где можно провести работы с основными частями оружия и установить на него любые аксессуары. Ссылка на интернет-магазин Рос Дефенс будет в описании. Опытные стрелки знают разницу между укрытием, которое обеспечивает тебя так же, как и защита от попадания пуль, и просто укрытием, за которым можно спрятаться. Тебя не видно за ним, но оно простреливаемое, поэтому автомобиль не лучшее место, за которым нужно прятаться. Ну, если ничего другого нет, конечно, можно и за автомобилем. Не говоря уже о строительных вагончиках, и вот старый снайпер воспользовался возможностью и выстрелил сквозь препятствия. Я вот смотрю и думаю, я бы не дал к себе так подобраться. Попадание в оружие действительно может привести к поломке оружия, смотря куда попадешь. Если попадаешь в то место, которое отвечает за досылание патронов, это вполне возможно. Обалденный момент. Сейчас наш герой снял оптический прицел, оставив только механический прицел. Механический прицел находится значительно ниже, чем оптический прицел. Приблизительно расстояние от оси ствола, от канала ствола до точки прицела оптического 7-8 сантиметров. С учетом крона и размеров оружия. То есть, если стрелять в упор, то вы будете целиться, предположим, сюда, а пуля по факту попадет сюда. На дистанции 8-7-6 метров попадание будет на 3 пальца ниже фактическое. То есть, нужно будет учитывать это и метиться на 3-4 пальца выше. Пальцы мы берем, потому что это легко для восприятия, не сантиметры. То есть, нужно будет это учитывать и брать поправку на прицел. Что же у нас в итоге получается? Он снимает прицел, пользуется механическим прицелом. А он находится значительно ближе к оси ствола. Значит, вынос и поправку нужно делать гораздо меньше. Еще один очень-очень классный момент, который, я считаю, делает честь этому фильму. Агент ФБР прячется за заложника. Это интересная ситуация. Кстати, в спорте она постоянно у нас обыгрывается. У нас есть так называемые бабки-заложники. Вопрос. В такой ситуации можно ли стрелять или нельзя? Ну, понятно, по фильму у нас высококлассный стрелок и специалист. Он выстрелил. Если бы меня спросили, стрелял бы я? Ну, вот, не знаю. Это глупый вопрос, конечно. Но возьмем, что это у нас соревнование. Что люди там не задействованы. Что у нас есть одна мишень так, а вторая вот так вот. И на дистанции ориентировочно 7 метров. Ну, 7-8 метров, наверное. Я вижу вот такую часть. Я стреляю с карабина. Я думаю, что я уверенно попаду из 10 раз 9. Это очень классный фильм с точки зрения сценария, режиссуры. Так что я в любом случае очень советую его посмотреть. Мелких косяков в этом фильме, ну, буквально раз-два и обчелся. Так что из точки зрения профессиональной стрельбы и оружия, этот фильм на самом высоком уровне. Друзья, скажите, понравился ли вам такой формат видео? Если да, то мы продолжим их делать. А вас я попрошу в комментариях оставить те фильмы, которые вы считаете больше всего подходят для разбора. Если вы не видели, то обязательно посмотрите видео вот здесь, которое рассказывает о голливудских звездах. И кто из них по-настоящему мастер стрельбы. На этом все. Увидимся в новых роликах.